Доброе утро, друзья. Меня зовут Сергей Кулешов. Я рад приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодня у нас вебинар любопытный про возможности платформы 1S Bittrex для, скажем так, конкуренции со своими конкурентами. И прежде чем вообще начать, есть несколько технических моментов, которых хотел бы с вами, так сказать, уладить. Ну, во-первых, самый главный вопрос – это, собственно говоря, видите ли и слышите ли вы меня. Но меня-то вы не видите, я тут спрятался за экраном презентации, но звук, наверное, вы уже должны слышать, по крайней мере, все мне это показывают. Я прошу вас найти закладочку questions, которая находится в панели, так сказать, интерфейса программы, и в вопросике написать мне плюсик, да, нет, минус, ну и так далее. Что-нибудь, что подтвердить мне, что со звуком все в порядке, что экран вы видите, ну и вообще, что кто-то хоть пришел на вебинар. Хотя я вижу, что у нас сейчас уже 26 участников, что для начала не так уж плохо. Второй технический момент. Вынужден принести сразу извинения. У меня небольшой насморк, несмотря на то, что весна. Знаете, я буду беспощадно сегодня гумусавить и шмут носом. Извините, с этим ничего не могу поделать. Так, и еще один формальный момент, это, собственно говоря, нам нужно разобраться, о чем мы сегодня говорим. Два слова буквально о программе вебинара. Так, спасибо большое, я вижу, что вы подтверждаете, что все в порядке. Спасибо. Это значит, что с трансляцией у нас все окей. Кстати говоря, запись уже включена, и мне периодически придется это напоминать, потому что каждые новые пришедшие люди обязательно спрашивают, будет ли запись. Да, запись будет. Она будет выложена и на нашем сайте в разделе вебинара, где вы, собственно говоря, на него регистрировались. И будет выложена также на нашем канале в YouTube. Можно там найти, можно, кстати, подписаться на канал YouTube 1S Bittrex и получать уведомления о новых выложенных вебинарах и других видеороликах, которые мы для вас готовим. Так, что же, о чем мы сегодня говорим? Сегодня у нас вебинар состоит, в общем-то, уже традиционно из двух частей. Первая часть, опять же, традиционно моя, ну, вернее, традиционно от компании 1S Bittrex. То есть мы представляем продукт в разных его, так сказать, ипостасях, то есть в разных частях. Он довольно большой, и нам всегда есть что показать. Соответственно, с 11 до 12.30 я постараюсь даже, может быть, чуть поменьше времени занять, потому что у меня там не очень широка тема, не широка тема сегодня. О чем мы говорим? Мы говорим об интернет-магазине, о том, какие инструменты есть в платформе для того, чтобы сделать свой магазин эффективнее, лучше, быстрее, надежнее. Ну, наверное, там конверсия интернет-магазин – самый главный показатель, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Ну, и во второй части Олег Степанов – это технический директор компании Zite. Он расскажет про конверсию уже более детально, даст много советов по тому, как сделать конверсию своего магазина действительно крутой. Олег уже с нами, он незримо нас слушает и, может быть, будет мне помогать в первой части. Ну, да ладно. Так, в принципе, по программе вебинара, наверное, все. Я думаю, что вы ее внимательно изучили в процессе регистрации. Напомню, видео будет выложено и здесь, и видео будет также на канале YouTube. Так, для того, чтобы нам сегодня работать и что-то даже посматривать, я запустил у себя виртуальную машину с проектом на Bittrex. Это демонстрационный сайт, он у меня полностью рабочий. По нему там, типа, в течение вебинара будем к нему приходить и, собственно, что-то на нем делать. Кстати говоря, надо выключить Skype, чтобы он не отвлекал. Так, ну что же, вернемся к презентации. Как я уже говорил, меня зовут Сергей Кулешов. Если что, вы можете задавать мне вопросы. Я периодически буду делать такую небольшую паузу в своем докладе, чтобы обратить внимание на вопросы и поотвечать на них устно. Поэтому, если вы не видите вопросов или не видите ответов, ну, значит, я просто не успел до них дойти и не озвучил. А так, в целом, я за вопросами слежу, так что пишите смело, будем отвечать. Так, ну что ж, поехали. Небольшая аналитика. Я здесь по-быстренькому пробегусь. Напомню вам, что на самом деле с цифрами у нас все хорошо. С точки зрения вообще насыщенности интернета, он у нас очень хорошо насыщен. 82 миллиона человек, прекрасные показатели. 66% населения у нас уже в интернете, и это не может вас не радовать, как людей, которые делают на этом бизнес. Собственно говоря, у нас не очень большие потенциалы роста, потому что практически все уже в сети. То есть не в сети, в основном остались только те, кто еще не дееспособен или уже не дееспособен. Ну, или те, кто, в общем, кому это и не надо. И с ними мы ничего не сделаем. То же самое касается, например, по возрастным категориям. Да, кстати говоря, это по возрастным категориям, а это было по городам. Ну, то есть мы видим на самом деле, что потенциал роста в небольших городах сохраняется довольно большой. И обращу ваше внимание, что большая часть посетителей ваших магазинов как раз из небольших городов, то есть пользователей интернета, они, скорее всего, в интернет будут выходить уже не с компьютеров. То есть сейчас продажи компьютеров падают, и, в общем, там, скорее всего, первый выход в интернете, первое обращение к интернет-магазину или к каким-то другим ресурсам будет выполняться с мобильного устройства. Так, что еще из аналитики? Ну, вот, например, по устройствам, да, интересная информация. 67% у нас с вами с каких-то компьютеров, ноутбуки, обычные стационарные компьютеры. 41% это у нас с вами мобильное устройство, 26% всякие планшеты, 11% всякие телевизоры. Ну, конечно, не всякие, а современные телевизоры с системами Smart TV. Кстати говоря, динамика показывает, что таких телевизоров становится сильно много. Прирост 41% за год, и это как бы очень круто. А вот компьютеры, как видите, в интернете падают. По e-commerce. По e-commerce. Ну, пока аналитики по e-commerce там за 16-й год немного сформулированы, поэтому я смотрю на 15-й год, и здесь мы видим с вами, в общем, довольно хорошие показатели. 16% за 15-й год, весь российский e-commerce, внутрироссийские онлайн-продажи. 650 миллионов рублей, 160 миллионов заказов. В общем, кажется, очень неплохие показатели для e-commerce, несмотря на всякие экономические неблагоприятные истории в нашей стране. Хотя, в общем, в интернете, по-моему, все не так уж плохо. Конкуренция, по крайней мере, растет. Вот так выглядит динамика рынка интернет-торговли в России, и она, в общем, весьма позитивна. Ну, что было популярно в 15-м году, опять же, быстренько пробегаемся. Ну, в общем, традиционно мелкая бытовая техника, одежда, обувь, косметика, товары для детей – это одни из самых популярных категорий товаров в Рунете. И отмечу еще один момент, что на самом деле быстрее среднего росли вот следующие категории. Это спорт, активный отдых, это товары для животных, товары для детей, одежда, обувь, продукты питания. А вот неожиданно, ну, по крайней мере, для меня неожиданно сократилось количество покупок вот в электронике и в косметике. Ну, странно, не знаю почему, но вот в 15-м году произошли такие изменения. Скорее всего, сокращение произошло. Ну, я так оцениваю, что из-за подсознательного желания немножко сэкономить, учитывая там всю вот эту информационную историю с санкциями, кризисом и так далее, люди, подсознательно, хотят немножко сэкономить и меньше покупают там дорогих вещей. Вот, а рост как раз вот в этих категориях связан с, ну, вот видите, товары для спорта и активного отдыха. Почему люди не поехали за границу? Ну, вот, собственно, начали отдыхать у себя на даче и для этого покупают всякие штуки. Мы с вами будем говорить про интернет-магазины в рамках 1SBITREX. Вообще наша основная задача, кажется, была сделать так, чтобы магазины как можно быстрее и эффективнее стартовали, но и подходили и адаптировались к современным реалиям рынка. Ну, то есть, грубо говоря, требования к современному магазину, они постоянно растут. Если вы следите за выпусками релизов 1SBITREX, вы, наверное, обратите внимание, что мы выпускаем там огромное количество новых штук, нового функционала или каких-то требуемых от нас сервисов. И наша задача как лидера рынка там всегда идти на шаг впереди. Это довольно тяжело, ну, довольно сложно делать, потому что нам приходится некоторые тренды улавливать только в самом-самом начале или даже предвосхищать, еще не зная о том, что будет такой тренд, а только догадываясь, и давать нашим клиентам максимум возможностей для того, чтобы быть лучшими на рынке, в том числе интернет-торговле. О чем мы вообще говорим? На самом деле сейчас все больше внимания, и это связано вообще с популярностью интернет-торговли в России, больше внимания люди начинают уделять, собственно говоря, самому сайту. Как он выглядит? Работает ли он на мобильном устройстве? Потому что от этого зависит конверсия. И владельцы интернет-магазинов, конечно, уже замечают, или не могут не обращать внимания на то, что, например, 30-40% трафика уже приходит с мобилы. Это нормально, и если ваш сайт не готов и не адаптирован для мобильного просмотра, ну, что ж, вы здорово теряетесь в конверсии. Современные технологии, которые позволяют магазины персонализировать для каждого конкретного покупателя, делать это автоматически на основе там алгоритмов машинного обучения, персональных рекомендаций и так далее, и скорость. Скорость магазина все еще остается там важным показателем. Мы выпустили, мы его так называем, образцово-показательный интернет-магазин. Хотя на самом деле это такая маркетинговая история. Магазин, конечно, не изобилует там какими-то суперфишками, но все-таки это хороший, добротный интернет-магазин, с которого можно очень легко и быстро начать свою работу в интернете. Или перевести там свой текущий магазин на платформу Bittrex, или обновиться до этих шаблонов новых. Мы постарались сделать так, чтобы они были максимально лаконичны, и, самое главное, выполняли все основные задачи интернет-магазина на разных совершенно платформах. Он работает как на обычных десктопе, так и быстро и удобно адаптируется под мобильное устройство и делает это самостоятельно, так называемая адаптивная верстка. Но мы сегодня будем в основном говорить о конверсии, как о ключевом показателе вообще интернет-магазина, в том числе с точки зрения прибыльности и, конечно, с точки зрения конкурентоспособности. Чем эффективнее и доходнее ваш магазин, тем больше у вас возможностей конкурировать, тем больше у вас там финансовый рычаг, ну и так далее. И будем, собственно говоря, для того, чтобы расставить точки над «и» и понимать, о чем мы говорим, когда говорим про конверсию, это, в общем, очень простые показатели. Была тысяча посетителей, за которых мы заплатили какую-то сумму в рублях, отдав это в Яндекс.Директ или еще куда-то за рекламу. Они пришли, тысяча посетителей, из них 10 заказов получилось, оплаченных. Конверсия – 1%. Если получилось, что из той же тысячи пришло 30 заказов, оплаченных, конверсия – 3%. Математика очень простая, и над ней надо, собственно говоря, работать и трудиться. Затем, чтобы повышать эту конверсию. Именно эта эффективность позволяет вам при тех же затратах на привлечение трафика элементарно зарабатывать больше денег, увеличивая количество заказов. Это нужно мерить. Вот хотелось бы спросить. Сейчас у нас с вами 45 человек на вебинаре, а вот в вопросике напишите мне, у кого какая конверсия, а если не меряете, напишите минус. Очень любопытно, такой краткий опрос, какая конверсия интернет-магазина. Если вы ее не измеряете или не знаете на одноме, просто минусик напишите мне, пожалуйста. А я сейчас постараюсь озвучить примерно, какие реальные показатели у нас у людей. Это будет, я думаю, очень любопытно. Так вот, чтобы научиться вообще работать с конверсией, надо, безусловно, ее начать измерять. Вот я смотрю, что тут очень много минусов. Конверсия. Вот, кстати, оптовый магазин, конверсия 11%, очень прекрасная конверсия, но для оптового магазина это нормально. 0,9, 0,8, 1%. Конверсия, точнее, в обращении или в заказ, конверсия в деньги, то есть, грубо говоря, в принесенные деньги, в оплаченный заказ. Давайте будем из этого исходить. Безусловно, можно считать конверсию на разных шагах привлечения, то есть конверсия из трафика в посетителя, конверсия из посетителя в обращение, конверсия из обращения в оплаченный заказ и так далее. Мы сейчас считаем глобально от трафика до оплаченного заказа. Ну вот, я вижу сейчас, что для обычных магазинов, из того, что вы мне написали, больше процента ни у кого пока нет. Действительно, есть некоторые исследования. По-моему, компания Google это дело, об этом рассказывала, что самое максимальное вообще. Ну, то есть как, не максимальное, а максимальное, а средний максимум. Это, грубо говоря, откинуты там крайние случаи, как в случае, например, с оптовым магазином, 11% конверсии. Ну, это действительно нормально. Причем, я думаю, что на самом деле оно там больше, чем 11%, потому что вы их там считаете из посетителей. Ну, не суть. Google говорит, что там средний максимум для конверсии в интернет-магазинах вообще по миру 4%. 4,5 или 4,4, что ли, такой показатель. Для того, чтобы это вообще померить и понимать, что к чему, у нас внедрён соответствующий инструмент. Он называется пульс конверсии. Что он делает? Он в реальном времени и в том числе в динамике показывает текущую конверсию вашего интернет-магазина. Ну, вот вы видите сейчас на экране у себя такую шкалу. Здесь даже есть такая разметка, которая подсказывает вообще хорошо или плохо сейчас конверсии. Ну, вот мы с вами видим конверсию для сайта Тортик 39. На момент снятия скриншота была 2,4%, что, в общем, весьма неплохо. Тортик 39, кстати, можете зайти посмотреть. Прекрасный сайт, сделанный как раз на одном из стандартных шаблонов. В Калининграде торты делает. Или торты? Нет, торты. Также вы видите динамику. То есть, грубо говоря, за определенный период, за который вы хотите, вы видите динамику по изменению конверсии. Как она менялась, что на нее повлияло, вы сможете, собственно говоря, определить и понять, какие ваши действия повлияли на изменение конверсии. Ой-ой-ой, убежал. Ну, и также, естественно, у вас есть конверсия не просто в целом по магазину, но и по различным источникам, в том числе по устройствам. То есть, вы увидите, например, из каких источников приходили к вам люди. Это могут быть рассылки. Сейчас, секунду, у меня есть вот такой слайдик. Ой-ой-ой, мышку потерял. Так, нет, такого слайдика здесь нет. Значит, мы сейчас с вами попробуем открыть наш интернет-магазин. Сейчас я в него авторизуюсь как администратор. Пароль не подсматриваете только. Шучу. Все равно вам в этот магазин не попасть. Он у меня локально на компьютере стоит. Так. Там-а-там. Нет. Подключать авторизацию мы не будем. Возьмем магазин. У нас есть в магазине... Ой, маркетинг, извините. Пульс конверсии. И что мы здесь видим? У меня, к сожалению, я специально показываю на слайдах там хорошие показатели, потому что на моем компьютере, который стоит у меня на рабочем столе, в смысле, да, на моем ноутбуке, к сожалению, магазины не пользуются популярностью, поэтому конверсия у меня здесь ноль. Но для того, чтобы посмотреть, какие вообще показатели есть, вполне подходит. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что мы можем видеть в целом по оплаченным заказам информацию или по оформленным, или по добавлению в корзину. То есть мы можем три категории конверсии считать, в зависимости от того, что вы будете считать целевым действием. Мы с вами видим информацию по данным моменту по источникам. Планшеты, смартфоны, десктопные компьютеры и какие-то прочие телевизоры, например, сюда могут попасть и так далее. Вы также можете переключать пульс конверсии на источники. И по источнику вы также будете видеть детальную конверсию с графиком и определять, опять же, что является ключевым действием. И, собственно, здесь тоже есть четыре основных канала. Это почтовый рассыпь, контекстная реклама, то есть все, что вы тратите там на контекст, и органический трафик, то есть то, что к вам пришло просто по поисковой системе или напрямую, и также прочее некоторое количество посетителей. Вот я, например, пришел по IP-адресу, система у меня считает, что я впрочее попал, потому что я открыл напрямую, я просто по IP-адресу. Но это недостаток локальной версии Bittrex. Так, что дальше? Это у нас с вами пульс конверсии и следующий. То есть, грубо говоря, мы знаем, мы меряем, мы видим, видим влияние, можем делать те или иные шаги для того, чтобы конверсию улучшать. Это наша самая главная задача в интернет-магазине конверсию – улучшить. Следующий инструмент, о котором мы сегодня поговорим, это, собственно говоря, инструмент, который отвечает на вопрос, зачем мы это делаем. На самом деле не только зачем, но и как. Давайте посмотрим внимательно. Эта штука называется бизнес-модель интернет-магазина. Что это такое? Это ваш бизнес-план. Мы его немножко автоматизировали. На самом деле это очень простая механика. Даже очень элементарные формулы, умножение, деление и все. То есть это на самом деле можно сделать в Excel. Но, честное слово, я много общался с владельцами интернет-магазинов, на семинарах различных и так далее, но никто же не считает это, черт выбери. Как это работает? Давайте разберемся. И зачем это вообще нужно? Бизнес-модель. Так, секундочку, у меня тут есть? Нет, здесь у меня нету этих слайдиков. Здесь сейчас все покажу. Значит, у нас есть основные показатели интернет-магазина. Доход, который система определяет сама, расходы, которые вы можете указывать, например, какие деньги вы тратите на рекламные бюджеты, если подключен автоконтекст, у нас есть инструменты управления, контекстная реклама, и, соответственно, оттуда данные возьмутся. Какие-то прочие расходы, например, вы тратите на колл-центр, на заплату менеджерам, на хостинг и так далее. Все эти данные, затраты на интернет-магазин вы указываете здесь вручную. И, собственно, из показателей вашего интернет-магазина, количество заказов, количество выручки и так далее, считается некая итоговая условная прибыль, скажем так. Ну, понятно, что здесь мы не можем там считать конкретно на налогообложение и так далее, поэтому это условная прибыль, условная доходность, скажем так. Есть некоторая модель рентабельности, по которой вы можете понять, как именно была рассчитана эта цифра. И самое классное, что здесь есть прогнозирование. Как это работает? Сейчас попробуем с вами заглянуть в мой пустой интернет-магазин и посмотреть, что это такое. На самом деле на моих цифрах это будет выглядеть немножко смешно, но мы сейчас попробуем с этим разобраться. Значит, допустим, у нас есть рекламный бюджет в 100 тысяч рублей, который мы потратим на контекст. Цена за перехода, ну, я образно, там 5 рублей за клик. Конверсия моего магазина была 0%, но давайте предположим, что у меня конверсия 0,9. Ой-ой, 0,9. Средний чек магазина. Кстати, а какой у вас средний чек? Напишите кто-нибудь, какой-нибудь средний чек. Я думаю, что вот в Рунете средний чек 4,5 тысячи рублей, ну, давайте мы сделаем полторы тысячи рублей, скажем, средний чек. Какие-то прочие расходы, ну, допустим, 30 тысяч, наверное, это там сходу. Может, будет там чуть побольше или чуть поменьше. Вот. И мы, собственно говоря, с вами видим, что мы получаем при таких условиях. Мы получаем 167 тысяч условного дохода при конверсии 0,9. В случае, если потратили 100 тысяч рублей, по 5 рублей за переход, получили, соответственно, 20 тысяч переходов, 180 заказов, учитывая конверсию, с таким-то средним чеком мы получили некоторую стоимость, некоторую условную доходность. На самом деле здесь мы тратим сильно больше, там, два менеджера, а еще зарплату. В общем, может здесь цифра быть сильно больше. Наценка у вас может быть сильно меньше, например. Хотя, мне кажется, что 10% – это вполне нормально. И вот дальше мы с вами думаем, что делать. Вот мы зарабатываем 77 тысяч рублей в месяц. Думаем, ага, хотим больше, давайте возьмем и потратим 200 тысяч рублей. Взяли кредит в банке. Мы с вами видим, что при таком рекламном бюджете у нас вроде как увеличился доход. Действительно, заказов стало в два раза больше, конверсия у нас сохранилась, но на самом деле есть одна штука. Цена за переход вырастет в таких ситуациях, скорее всего. И мы на самом деле увидим, что не такой уж большой прирост. Потратили в два раза больше денег, цена за переход там немножко подросла, и мы видим, что в целом у нас на 300 тысяч рублей больше заработали. Кажется, зачем? Так вот, для того, чтобы работать и вообще предполагать, и стратегически планировать развитие своего интернет-магазина, мы можем использовать эту штуку. Например, что будет, если мы поднимем конверсию до одного процента? Да, буквально одну десятую подняли, и у нас уже плюс 50 тысяч рублей. Что будет, если мы поднимем до двух процентов? Да, конверсия. Получим соответствующие показатели. И таким образом мы можем, собственно говоря, варьировать и думать, и планировать развитие и дальнейшее продвижение своего интернет-магазина. Во что выгоднее вкладывать деньги? Над какими показателями надо работать? В частности, например, если у нас никак не получается поднять конверсию, возможно, нам нужно поработать на среднем чеком, увеличить его там, допустим, до двух тысяч рублей. И мы получим там соответствующий плюс в условный доход. Вот эта штука называется бизнес-модель интернет-магазина. И она в целом помогает вам на ваших действительных цифрах быстро, очень достаточно корректно принимать решения о дальнейшем развитии. Что вы захотите сделать? Поднять конверсию, работать над тем, чтобы конверсия у вас стала, допустим, 2.4, как на соответствующем тортике, который на слайдике у меня. 2.4 – отличная конверсия. И смотрите, какие доходы. Ну, у меня тут цифры условные, но в целом я думаю, что ситуация понятна. При этом, когда вы переключаетесь в режим модели рентабельности, вот вы не в прогнозе, то здесь вы увидите реальные показатели вашего магазина. Здесь вы увидите, и, собственно говоря, какая реальная конверсия, какой реальный средний чек и так далее. Это будут ваши реальные показатели, вы сможете с ними работать. Так, раз уж мы говорили про конверсию, на самом деле наша задача, собственно, эту конверсию так или иначе увеличивать. Мы ее оценили, мы поняли, что конверсия хорошо влияет на доходность нашего интернет-магазина и также хорошо влияет на показатель среднего чека. И, в общем, наша задача сделать так, ну, вот наша, как компания Bittrex, сделать так, чтобы вам было как можно проще, быстрее, нагляднее, удобнее, собственно говоря, эту конверсию улучшить. Поэтому мы разрабатываем маркетинговые инструменты для повышения конверсии. Вот они сейчас здесь перечислены, мы сейчас по ним потихоньку пройдемся, чтобы посмотреть на то, как они, собственно говоря, выглядят и чем помогают. Первое – это персонализация. Это, пожалуй, самый загадочный сервис нашего продукта. Загадочный почему? Потому что он с совершенно непонятными, странными алгоритмами, ну, вернее, нет, как не странными, они просто довольно сложные. Они не странные, это чистая математика и довольно сложная математика. Я, например, вот в институте учился давно и сейчас уже не понимаю многие вещи, которые делают наши специалисты по персонализации. Как это устроено? С точки зрения покупателя, с точки зрения владельца интернет-магазина, это выглядит следующим образом. У нас есть интернет-магазин, и в любом месте вашего сайта может появиться блок рекомендуемой товары. Вы можете назвать его как угодно. Совет стилиста, вам подойдет, по гороскопу для вас это сейчас важно, и так далее. Не важно, как вы это назовете. Важно, что в этом блоке будут отображаться те товары, которые, по мнению нашего сервиса рекомендаций, интересны именно тому посетителю, который сейчас эту страничку открыл. Как это работает? Вот, к сожалению, показать непосредственно работу довольно сложно, но мы сейчас попробуем с вами открыть страничку и посмотреть на... Так, сейчас какой-нибудь каталог откроем. Вот у меня здесь есть персональная рекомендация. Вот это та персональная рекомендация, которую сейчас сервис выдал мне. На самом деле она не настоящая персональная рекомендация, потому что у меня сейчас... Ну, мой сайт находится локально, да, и у системы практически нет никакой информации обо мне, о том, что я тут хожу и чем интересуюсь. Но именно этот блок отвечает за то, что посоветовать вашему пользователю. У сервиса персональной рекомендации есть ряд настроек. Ой-ой-ой, сейчас попробую его открыть. Тут есть настройки каталога, и здесь можно выбрать персональные рекомендации. Здесь есть варианты... Ой-ой, убежала. Здесь есть варианты типов рекомендаций. В частности, сейчас выведены у меня самые продаваемые товары. То есть, грубо говоря, блок сам оценивает, какие товары чаще всего продаются в вашем интернет-магазине, и их сюда выводят. Здесь есть именно персональные рекомендации, то есть, которые будут направлены и определены нашим облачным сервисом по интересам покупателя, который сейчас к вам пришел. Он может также автоматически отбирать продаваемые с этим товаром, просматриваемые с этим товаром, просто похожие товары сам подбирать. Опять же, вам не нужно будет, как контент-менеджеру или администратору магазина, выбирать, какие товары с какими похожи. Система сделает это сама. Сама выберет продаваемые, просматриваемые и так далее. Может выбирать некоторые комбинации, например, самые продаваемые, но персональные, то есть бестселлеры вашего магазина, которые с учетом рекомендаций подходят к конкретному покупателю. Или просто любая рекомендация, которая случайным образом будет подставлять те или иные товары. В любом случае, этот блок, в каком бы варианте, в режиме вы его не включили, для разных страниц требуются разные варианты. Например, на главный показать самые продаваемые, в общем, не так уж плохо. А вот похожие товары показать на странице карточки товара или на странице каталога, может быть, очень даже неплохо. И система сама подберет похожие товары и предложит покупателю для сравнения. Так же, как с этим товаром покупают, если вы продаете, например, iPhone, и понятно, что многие заказывают iPhone совместно с каким-то дополнительным чехлом, и, соответственно, этот чехол будет появляться в карточке товара этого iPhone автоматически, без вашего участия. Это вот такой волшебный сервис, который выполняет много действий и механики на стороне нашего дата-центра. То есть, грубо говоря, наш дата-центр, там есть серверы, загруженные с всяким современным программным обеспечением и математической логикой. Они собирают все действия пользователей, которые ходят по вашему сайту, определяют его интересы, определяют схожесть этого пользователя с другими пользователями других магазинов или других сайтов и определяют их интересы. И схожесть этих интересов, соответственно, показывает те или иные рекомендации. Следующий момент. Следующий момент – это, опять же, мы говорим опять про конверсию. Наверное, не сказал самого главного. Модуль персональных рекомендаций дает рост в конверсии, иногда очень существенный. Даже просто рекомендация зачастую увеличивает процентов на 10, рост продаж. А в некоторых случаях, и такие случаи у нас зафиксированы, до 30% поднимаются. Так, следующий инструмент для того, чтобы работать с вашим сайтом и работать над его конверсией – это оботестирование. Что такое оботестирование? Оботестирование – это возможность проверять гипотезы. Что такое гипотезы? Ну, вот, допустим, у вас есть сайт. Вернее, я уверен даже, что у многих из вас уже есть сайт. И вы знаете показатель конверсии. У нас уже есть модуль пульса конверсии, и мы знаем показатель конверсии. У нас есть предположение, что, допустим, если мы на главной странице разместим не блок «популярные товары», а блок, например, «непопулярные товары», и покажем те товары, которые у нас там давно лежат и не продаются. Или, например, мы на главной странице решим изменить внешний вид, то есть цветовую гамму поменять. Предположим, что целевая аудитория нашего сайта не та, которую мы ожидали. Ну, то есть, грубо говоря, при разработке сайта мы думали, что наша целевая аудитория 12-60 любого пола, любого достатка, как часто такое случает от заказчиков. А потом мы поняли, что на самом деле аудитория – это, в общем-то, 30-40, и это женщины с домохозяйки. И мы понимаем, что цветовая гамма, похоже, влияет на восприятие, а такое часто бывает. Итак, мы решаем, что надо поменять цветовую гамму сайта. Или следующий сценарий. Мы видим, что конверсия в посетителей у нас хорошая, конверсия в корзину у нас хорошая, а конверсия в заказы плохая. И думаем, что мы можем с этим сделать? Возможно, люди не видят кнопку «Оформить заказ». Или она такого цвета, который не бросается в глаза. Или еще что-нибудь. Бывают очень странные на этот счет случаи, иногда очень казусные, когда действительно цвет кнопки или шрифт реально влияет на конверсию. И вот вы решили проверить эту гипотезу. А что будет, если мы поменяем цветовую гамму? Или, например, а что будет, если мы с вами возьмем и перекрасим кнопки «Купить»? Или цену сделаем не черненькой, а серенькой? И так далее. Есть куча всяких гипотез, которые на своем интернет-магазине можно и нужно проверять. Так вот, чтобы убедиться, чтобы убедиться, что эта гипотеза верная, или наоборот, увериться в том, что она неверная, проводят так называемые АБ-тесты. Когда вы берете свою аудиторию, отщипываете от нее кусочек, то есть, грубо говоря, у вас есть тысяча посетителей в месяц, вы отщипываете от нее кусочек в 100 посетителей, делите этот кусочек 100 посетителей пополам, 50 на 50, и в первом 50 посетителям вы показываете один вариант вашего магазина, а вторым 50 показываете другой вариант вашего магазина. И система измеряет конверсию того или иного варианта. Таким образом, вы получаете вполне достоверный ответ, как влияет это изменение на конверсию вашего магазина. Система сама спрогнозирует, сколько времени должен длиться АБ-тест, когда он достигнет статистически корректных результатов, какая конверсия по тем или иным частям, и вы сможете принять решение о том, делать это или нет. При этом система позволяет вам довольно быстро запускать эти АБ-тесты, делать их, в общем-то, неограниченное количество, то есть вы можете проверять не две кнопки, да, а очень много всяких гипотез, начиная там от нового дизайна сайта, заканчивая там конкретными изменениями в карточке товара, в корзине, в странице оформления заказа или просто на любой другой странице сайта определяя те действия, которые будут влиять на конверсию и так далее. Это, в общем, дает большое преимущество в минимизировании затрат на повышение конверсии. Вы проверяете гипотезу, если она сработала, окей, не сработала, ищем другую и, соответственно, ее проверяем. Вот такая штука, называется АБ-тест. Ну и есть еще несколько моментов, связанных с повышением конверсии. Это инструментарий уже очень маркетинговый, это e-mail рассылки и триггерные рассылки. Как эта штука устроена? Есть обычные рассылки, и это, в общем, довольно привычный инструмент, который часто используется. E-mail маркетинг – очень популярный инструмент привлечения, возврата клиентов и так далее, продвижения сайтов. Вы набираете так или иначе постоянную базу e-mail адресов, вы делаете для этого различные, привлекаете для этого различные инструменты, какую-то подписку на новости, раздаете скидочные купоны за e-mail и так далее. То есть довольно много инструментов есть e-mail получить от человека. Некоторые покупают базы, ну и так далее. Вариантов довольно много. В конце концов клиенты к вам приходят, они оформляют заказ и уже оставляют вам e-mail. Дальнейшая работа с этими клиентами строится уже через e-mail. И обычная рассылка, которую вы делаете в зависимости от вашего бизнес-процесса и вашей бизнес-модели – это, в общем, понятная история. Вы решили, что нужно сделать рассылку по клиентам определенной категории, вы их категоризировали, сделали эту рассылочку, рассказав им о новинках или рассказав им о какой-то спецпредложении или предложив им что-то. Кстати говоря, сервис персонализации умеет и в рассылку вставлять персональные предложения. Это тоже важная история. Но есть еще триггерные рассылки. Что это такое? Это когда для отправки персональной рассылки каждому конкретному человеку не нужно участия администратора или владельца интернет-магазина. Как это работает? Допустим, ну вот здесь представлено 7 триггерных рассылок, которые у нас по умолчанию настроены. Вы на самом деле можете добавлять свои триггерные рассылки, свои триггеры, как это будет срабатывать уже в ваше дело. Мы сделали просто несколько конкретных. Ну вот, например, триггерная рассылка, активируем клиента 90 дней. Что это такое? Это означает, что триггер сработает на каждом клиенте, который 90 дней не делал заказ на вашем сайте. Ну то есть пришел клиент, сделал заказ, через 90 дней для этого клиента конкретного сработает триггер. Он запустит цепочку писем. Эта цепочка писем состоит из нескольких писем. Вы можете определять их количество, их содержание. Вы сами решаете, что, собственно говоря, отправлять этому человеку. Основная цель этой рассылки – вернуть клиента. Кстати, цель рассылки вы тоже определяете. Вернуть его просто на сайт, или чтобы он сделал заказ, или чтобы сделал что-то еще. Рассылка сработала, ушло первое письмо. Клиент получает письмо и, конечно, на него не реагирует. Ну, конечно, там, допустим, 5% клиентов на первое письмо среагируют. Оно может быть разного характера. Вот у нас, например, есть рассылка хулиганства, где, сейчас, кстати, наверное, я даже покажу, чтобы это было нагляднее. Рассылка хулиганства, которая делает в шуточной форме... Так, у меня здесь нету, сейчас будем добавлять рассылку. Как раз заодно посмотрим, как это делается. В шуточной форме предлагает человеку вернуться на сайт, чтобы что-то купить. Вот, собственно говоря, готовая рассылка хулиганства. Я ее выбрал. Мне тут нужно сделать какие-то разные настройки. Они достаточно просты. И вот у нас, собственно говоря, условия запуска. Давно не заходил на сайт, 111 дней. Достижение цели. Мы определяем, что человек должен зайти на сайт или, например, оплатить заказ. Это может быть условием достижения цели. И следующий шаг – это, собственно говоря, определение, чего же мы ему будем отправлять. Вот эти письма. И этих писем здесь 4 штуки всего. Да. Вот первое письмо. Можем на него посмотреть. Сейчас я включу визуальный редактор, чтобы нам было понятно, что происходит. Вот, видите, в такой шуточной форме отправляет человек, который 111 дней не заходил на сайт, не делал заказы. От лица почтового робота администрация сайта держит заложников мою семью и заставляет писать вам. Если вы не вернетесь в наш магазин, то они начнут раскручивать их по винтику. Пожалуйста, не допустите этого с надеждой и бла-бла-бла. Если человек не реагирует, через день ему приходит следующее письмо. Следующее письмо похожего содержания. На самом деле, здесь еще есть картинки. У меня они почему-то не отображаются. Наверное, опять же, из-за того, что локальная система. Началось. Но вы еще можете спасти мою семью. Современные инженерные творят чудеса и с легкостью заменят несколько потерянных частей. Ну, в общем, начали разбирать его семью. Если он опять не реагирует, на следующий день ему придет еще одно письмо, в котором, собственно говоря, будет информация, что я очень рисковал, хотя кого он обманывает, я же робот, и выторговал для вас купон для скидки. То есть здесь будет персональный купон, сгенерированный именно для этого человека, на скидку в интернет-магазине. Ну и, собственно говоря, последнее письмо, которое приходит еще через день, если человек не выполнил целевое действие, в котором будет, что все, я до последнего надеялся, извините, но нас всех разобрали. Ну, собственно, на этом будет закрыта рассылка, и больше клиенту этому ничего не придет, если он так и не отреагировал. Если же он на каком-то из этапов, например, после второго или после первого письма, придет на сайт и оплатит заказ, как я настроил эту рассылку, то, соответственно, рассылка писем прекратится. Вот такая история, которая, в общем, довольно, наверное, красочно иллюстрирует возможности и, как бы это сказать, креатив, который можно реализовывать в своей рассылке по привлечению, возвращению клиентов, увеличению среднего чека и других показателей вашего интернет-магазина. Так, что у нас дальше? Напоминаю вам, что вы можете смело задавать вопросы. О, кстати, да, я вижу, что тут Андрей спрашивал про раздел маркетинг. Если у вас нет раздела маркетинга, то, да, скорее всего, у вас не обновленная версия. Так, поехали потихоньку дальше. Есть еще целый ряд внутренних всяких штук, которые позволяют увеличивать конверсию. Это, например, система различных скидок и маркетинговых предложений. Это подарки, это различные скидки при тех или иных условиях. И вот, например, о чем хотел еще отдельно поговорить. Это наборы и комплекты. Это инструментарий, который позволяет как раз увеличить такой показатель, не менее важный, как средний чек. Вы можете собирать наборы и можете собирать комплекты. В случае с комплектом вы определяете, что у вас есть три товара, которые в 90% случаев продаются вместе. Или, например, вы продаете, ну вот хороший пример с игровыми приставками. Вы продаете игровую приставку Xbox, и вот там на 90% в... Я уверен, что на 90% в упаковке Xbox нет HDMI кабеля. Но почему бы сразу не приложить HDMI кабель за, там, тысячу рублей к этому Xbox, не сделать из этого некий комплект и при продаже, собственно говоря, продавать сразу два товара. Ну, кажется, логичным. То же самое касается, там, знаете, телефон с каким-нибудь чехлом в комплекте, и там определенная цена происходит. Определенная цена, возможно, с каким-нибудь спецпредложением. То же самое касается, например, наборов. В случае с наборами у вас есть возможность предоставить вашему клиенту выбор, из чего будет состоять его комплект. Например, вот этот набор показан сейчас здесь на экране на скриншоте. И туда входит некий набор, как вы видите сейчас, платье, туфли, нижнее белье и ремень. Но на выбор клиенту предоставляется возможность выбрать, там, другие туфли, другое, там, белье или, там, другой ремень. И человек может самостоятельно определить, какие именно товары ему в этом наборе нужны. В этом наборе нужны. И, опять же, система предложит вам указать специальную цену на подобный набор, который клиент сам для себя набрал. И тем самым сделать уникальное предложение по покупке. И человек, там, быстрее примет решение, там, за выгодную цену купить сразу целый набор товаров. Что, в общем, очень позитивно скажется на вашем среднем чеке. Различные подарки. То есть, действительно, можно дарить, можно выбирать категорию товаров, которые будут идти в подарок с теми или иными товарами. И это будет все отображаться, работать в карте. Ну, на самом деле, это, в общем-то, все инструменты, которые встроены в систему. Да, но есть еще огромное количество инструментов, которые разрабатывают наши партнеры. Наши партнеры, в общем, их очень много, и с этого надо начать. Соответственно, они имеют там огромный ресурс по разработке различных фишек. Эти фишки размещены в нашем маркетплейсе, так называется наш специальный магазин приложений к битриксу, маркетплейс. Там есть куча всяких штук. Вот, например, подарки, скидки, бонусы, сертификаты различные. Много всяких, например, модули, которые позволяют купить в один клик. Их там порядка 35 штук. Заказ обратного звонка, интеграция со всякими там IP-телефониями. Отзывы, комментарии, рейтинги. Еще 50 модулей, которые тянут разные рейтинги из разных вещей, отзывы и так далее. Онлайн-консультанты. 23 модуля разнообразных онлайн-консультантов, которые вам доступны. Соответственно, вы можете смело пробовать кучу разных вариантов повышения конверсии и в маркетплейсе искать себе решения. Так, вот. Надо перейти, наверное, к скорости. В теме вебинара заявлено... Сейчас увижу вопрос. Роман спрашивает, когда будет корректное отображение имени при постановке тега имя, а не начальная часть электронного адреса. Вы знаете, Роман, я не знаю ответ на ваш вопрос. Дело в том, что я не знаю о такой проблеме, поскольку я не являюсь специалистом техподдержки, у меня нет доступа к зафиксированному. Если вы обращались к техподдержке по данному вопросу, вы можете прислать мне прямо сейчас номер обращения, и я отдельно для вас уточню, зафиксирована ли такая проблема. Если зафиксирована, когда она будет исправлена, возможно, бывает такое, что вы просто делаете не так. Я сейчас не говорю о том, что у меня это ошибка, но в любом случае, если номер обращения есть, сообщите, я попробую вам помочь. Так, про скорость. Я вначале говорил, что скорость сайта на самом деле сильно влияет. И показатель отказов, который вот в данном исследовании приведен, он довольно-таки суров. Суров с точки зрения объема. То есть, грубо говоря, вот этот график показывает, что каждый четверть посетителей может уйти с сайта. То есть, показатель отказов возрастет. Загрузки страницы будет 4 и более секунд. Ну, в общем, 4 секунды, кажется, довольно большое время для загрузки сайта. Однако, я такие сайты встречаю довольно часто. Ну, по роду своей деятельности, я много сайтов встречаю. И действительно, сайты, которые грузятся медленно, к сожалению. Обычно обращаешь внимание на то, когда сайт начинает грузиться 30 секунд, и тогда возникает дискомфорт. Думаешь, боже мой, что ж такое-то? Может, у меня с интернетом что-то или компьютер зависит? На самом деле, большинство пользователей, как вы видите, начинают отваливаться от сайтов, когда 4 секунды они грузятся. Ну, в общем, это то, над чем тоже стоит работать, и что тоже с точки зрения, нельзя улучшить то, что не измеряешь, нужно измерять. А для того, чтобы знать скорость, с которой открывается ваш сайт, нам пришлось разработать, как пришлось. Ну, в общем, мы посчитали, что самым правильным будет разработать некий инструмент, объективный инструмент оценки скорости сайта. И этот инструмент оказался тоже облачным. Так, секунду. Да, Роман сообщил. Роман, спасибо. Я данные по вашему обращению сохраню, отдельно вам уточню. Так, этот сервис тоже оказался облачным. Почему облачным? Потому что для того, чтобы объективно померить скорость загрузки страницы, надо мерить не со стороны сайта, а на стороне браузера клиента, который его открывает. Для этого в код сайта встроен специальный JavaScript, небольшой кусочек кода JavaScript, который забирает из каждого браузера, каждого пользователя, скорость, с которой загружается страница. Это дает действительно объективную оценку. То есть, грубо говоря, этот инструмент собирает со всех браузеров ваших посетителей информацию о том, с какой скоростью загрузился сайт. Он хранит последние тысячу открытий страниц и показывает вам эту информацию. Показывает ее довольно наглядно. Он говорит, быстро работает сайт или не быстро. Вы видите среднюю скорость для последних тысячи посетителей. Вернее, правильно говорить, тысячи хитов. И, собственно говоря, понимаете, насколько действительно быстро или не быстро работает сайт у ваших клиентов. Это, пожалуй, важная информация. Объективно знать, быстрый сайт или нет. Потому что ваш сервер, например, и ваш канал, через который вы заходите на сайт, может быть хорошим и быстрым. Но может оказаться, что большинство ваших покупателей заходит с медленного интернета или со старых и медленных компьютеров. И тогда вы увидите здесь реальную картинку, как у них быстро рендерится сайт в браузере, как быстро он отвечает, как быстро он отдает там статику, графику, ну и так далее. Как этот инструмент, вообще как им пользоваться? Пользоваться им очень просто. Он, прошу прощения, он у нас расположен в настройках производительности. Он так и называется, скорость сайта. Но вот у меня он ничего не покажет, поскольку, опять же, для моего домена, он у меня локальный, наш облачный сервер не получает соответствующих данных. Вы увидите этот показатель на вашем рабочем столе административной части. Вот он. Здесь будет висеть и постоянно напоминать вам о том, какая скорость вашего сайта. И вы сможете на нее так или иначе отреагировать и что-то с этим сделать. У нас, на самом деле, много инструментов повышения скорости сайта. И один из них – это композитный сайт. Что такое композитный сайт? Это, пожалуй, уникальная технология. Уникальна она до такой степени, что мы ее даже запатентовали. Она позволяет ускорить скорость отклика, вернее, увеличить скорость отклика сайта во много раз. Что такое отклик скорости сайта? Ну вот можно, кстати, попробовать на моем же вот этом демо-сайте это дело продемонстрировать. Я сейчас открою инструмент разработчика в Google Chrome. У нас есть такая штука, как таймлайн. Если я сейчас обновлю страничку, то я увижу, с какой скоростью примерно что загружается с моего сайта. И вот он, первый самый, наверное, долгий кусочек загрузки, который у меня на моем компьютере 797 миллисекунд. Это и есть отклик сервера. Все остальное, как видите, это загрузка разных картинок, JavaScript, ну и так далее. То есть тут целый ряд всяких ресурсов, которые загружаются для того, чтобы сайт вообще заработал. При этом мы видим показатели, да, вот браузер, кстати, показывает, 2,62 секунды загрузился сайт, то общая загрузка, вернее, 2,70. Это как раз вот те данные, которые получает наш сервис скорости сайта и вам потом демонстрирует. Так вот, композит, мне, к сожалению, наверное, будет трудно продемонстрировать это на моей демо-версии, да еще и под администратором, потому что для администратора композит обычно не включается. Уменьшает скорость вот этого ответа. Я сейчас еще раз обновил. Да, одна секунда еще остается. Вот композитная технология может вот эту вот секунду сократить до 10, 20, 100 миллисекунд в зависимости от различных ситуаций. И, пожалуй, это очень важная история, которая, как видите, может занять, как видите, в два раза ускорит мой сайт текущий. То есть сейчас загрузка произошла на 2,15, да, вот отметка, а секунду 18 шел ответ сервера. Вот этот показатель можно снизить очень сильно. Это будет означать, что сайт у клиента покажется в разы быстрее, то есть сама картинка сайта будет отображаться у пользователя в разы быстрее. Это дает там довольно хорошее, позитивное ощущение от работы сайта на битрексе. На самом деле вот сейчас в рамках вебинара сложно это демонстрировать, потому что у нас еще есть задержка картинки, и это все не очень там очевидно выглядит. Но если у вас сайт на битрексе, или вы делаете сайт на битрексе сейчас, то требуйте от своего разработчика включение композитного режима. Это не самая сложная процедура, но она требует некоторого внимания со стороны разработчика и понимания того, как эта технология работает. Для этого у нас есть достаточное количество презентационных материалов и методических материалов для разработчиков, которые помогают разобраться в том, как работает эта технология, и ее внедрить на разрабатываемый сайт. Вообще, что дает отклик сайта? Помимо, с точки зрения клиента, это помимо ощущения очень быстрой и комфортной работы сайта, потому что страницы начинают отображаться реально мгновенно, то есть зачастую даже кажется, что такого не бывает. Лучше к этому относятся поисковики, потому что поисковики тоже заходят как клиенты и меряют скорость сайта, и в зависимости от этого ранжируют, особенно для мобильных сайтов ранжируют в поиске. Ну и вообще конверсия повышается просто за счет более комфортной работы. Ох, я вижу вопросы идут, сейчас секундочку, я к ним вернусь. Так. Подскажите, чтобы получить максимальную скорость, надо ставить вашу виртуальную машину на сервер, под линдуксом она работает. Можно ли настроить Linux Nginx Varnish без машины? Так, на самом деле про машину у меня будет отдельная тема, и она буквально через два слайда, и давайте я там на эти вопросы отвечу. Так, а чтобы композит настроил разработчик шаблона, и любой сертифицированный специалист может сделать? Любой сертифицированный специалист, разбирающийся в этой технологии, может действительно настроить композит. Другое дело, что лучше это делать в процессе разработки, тогда это просто дешевле. Если это делать после разработки, это будет там чуть-чуть сложнее, потому что надо будет аудировать и пересматривать там очень многие вещи. Так, следующий момент, который опять же круто влияет... Ой, почему-то этот слайд у меня здесь. Давайте я сделаю хитрость, я вот так вот перетащу вот сюда этот слайд, и мы с вами сейчас про виртуальную машину поговорим, а потом вернемся к вопросу инспектора. Извините, перепутал чуть-чуть слайдики. Как раз про виртуальную машину. Ух, даже не знаю, как это вам объяснить хорошо. Что такое виртуальная машина? Виртуальная машина – это программный комплекс, который, как правильно сказать, симулирует, наверное, не очень хорошее слово, эмулирует работу одного компьютера внутри другого компьютера. То есть, грубо говоря, как сейчас происходит это, например, у меня. У меня есть система виртуализации VirtualBox. У меня в ней есть, кстати, несколько виртуальных машин, и вот сейчас запущена виртуальная машина, на которой, собственно говоря, работает наш с вами сайт, который мы сейчас с вами разглядываем. Вот виртуальная машина, она так называется, Bittrex Virtual Machine Appliance 5.15, 5.1.5, если быть точным. И это CentOS. Это Linux на базе, как видите, у меня процессор, там даже указан мой 3 ГГц. Это полностью сконфигурированный, готовый к запуску сервер для хостинга сайтов на базе Linux. Причем он сконфигурирован и создан так, чтобы быть максимально эффективным для работы на нем наших систем. Как вы видите, я запускаю сейчас этот виртуальный сервер внутри своего MacBook. И то, что у меня MacBook, а там внутри Linux, в общем-то не имеет никакого значения. Также виртуальную машину можно, в принципе, запускать в любое окружение. Для этого нужна специальная программа о виртуализации. В моем случае я использую VirtualBox. Если говорить о хостинге, о более боевых условиях, скажем так, о реальных условиях эксплуатации сайта, то виртуальная машина может быть там не всегда удобна. И, например, просто на выделенном сервере когда у вас есть свой сервер и на нем операционная система, запускать там среду виртуализации и запускать одну виртуальную машину кажется не очень эффективным. Поэтому, отвечая как раз на вопрос, можно ли настроить, да, можно, не используя виртуальную машину, если у вас свой выделенный сервер, то вы забегаете на наш сайт, в раздел продукты виртуальная машина, и берете вот эту штуку, называется веб-окружение Linux. Это RPM-пакет, если я правильно выражаюсь, который установит все необходимое ПО на Linux, вот, собственно, поддерживаемые платформы, уже преднастроены. И это позволит вам ваш сервер сразу сконфигурировать максимально эффективно для использования на нем платформы Bittrex. Опять же, если используется виртуализация, есть виртуальные машины для нескольких систем виртуализации, в принципе, они тут максимально популярные, поэтому, в общем, если вы используете виртуальный выделенный сервер, можно, например, использовать вот такую штуку. Многие используют нашу виртуальную машину, она постоянно обновляется, в нее встроена система обновления, и она, в общем, максимально настроена для хорошей, быстрой работы, для выжимания максимума из железок, на которых она стоит, для работы Bittrex. И именно поэтому мы рекомендуем виртуальную машину или наше веб-окружение под Linux для того, чтобы запускать ваши проекты в среде, которая максимально подходит для платформы. Именно в этих случаях вы получите максимальную эффективность от, собственно говоря, используемых ресурсов. Ну, конечно, я не исключаю, вернее, очень часто такое происходит, что есть хороший администратор системы, который может, собственно говоря, повторить наши настройки, а может быть в некоторых случаях их превзойти. Это действительно так. Действительно, администраторы могут работать и настраивать системы очень эффективно под конкретные проекты и так далее. Ну, вот меня спрашивают, а без виртуальной машины никак? Ну, конечно, как. Виртуальная машина – это рекомендация для нагруженных проектов. То есть если у вас сайт размещен на виртуальном хостинге, конечно, виртуальная машина вам не подходит, но вы отсюда же получаете ряд пробелов в производительности. То есть виртуальный хостинг – это так называемый шарит хостинг, да, распределяемый, разделяемый хостинг, когда на одном сервере работает сразу там десяток или тридцать сайтов, и если один из этих сайтов, например, начинает там нести большую нагрузку, он, соответственно, затормаживает все остальные сайты. Когда вы заботитесь о скорости или хотите получить хорошую производительность и для большой посещаемости обычно клиенты выбирают виртуальный выделенный сервер или, пожалуйста, выделенный сервер или вообще свой какой-то сервер, который прям колокейшн так называемый, и на нем уже запускают свой сайт. Вот как раз в случае с виртуальными выделенными или выделенными серверами лучше использовать виртуальную машину или веб-окружение под Linux. Это даст возможность очень быстро запуститься, получить сразу все готовые настройки и быть уверенными, что сайт работает на пике своей эффективности. Ох, так, и следующий, это мы с вами уже начали как раз тему производительности и масштабирования, и следующая история это отказоустойчивость. Вот у меня есть такой слайдик, на самом деле довольно старенький. вот он показывает в простых цифрах, что на самом деле даже час простой интернет-магазина может стоить огромных денег. Но в случае с крупными магазинами это могут быть миллионы рублей, в случае там с не очень большими магазинами это могут быть тысячи, сотни тысяч рублей и так далее. В любом случае простой магазин – это потеря денег. И чтобы этого избежать, используются различные системы. Ну, во-первых, у нас есть инспектор. Что делает инспектор? Инспектор совершенно бесплатно для вас. Это еще один облачный сервис. Мы очень любим облачные сервисы, потому что они, ну, помимо того, что они модные, они дают уникальное преимущество нашим клиентам. Этот облачный сервис, если вы его включите в свои админки, начнет постоянно проверять ваш сайт на работоспособность. Он будет примерно с перерывом в 5 минут проверять, работает ли ваш сайт. Если ваш сайт вдруг перестанет работать, система об этом узнает сразу и тут же об этом вам сообщит. Мы сообщаем двумя способами. Первый способ – это может быть мобильное приложение администратора сайта для платформы iOS и Android. Можно его совершенно бесплатно скачать в соответствующем сторе. А второй вариант – мы, конечно, отправляем вам e-mail. То есть на e-mail администратор тут же убегает письмо, в котором написано, что произошла проблема с доступом на ваш сайт. Как говорится, информировал, значит, вооруженный. Это означает, что вы можете сразу принять меры по предотвращению дальнейшего простоя, то есть, не знаю, стучать в двери хостеру, пинать админа или еще что-то делать для того, чтобы сайт заработал. Но у приложения еще дополнительный бонус. Оно показывает потери в деньгах. То есть, грубо говоря, за все простои вашего сайта вы будете видеть, какие потери в реальных деньгах у вас получились. Вы знаете, зачастую этот показатель кардинально меняет отношение к хостингу. То есть многие клиенты не особо задумываются о том, на каком хостинге работает система, и то, что она там 15-20 минут в день может не работать, или в неделю, там, час, грубо говоря, ну, не работает, и черт с ним. Я не заметил, и слава богу. Вот эта штука очень сильно меняет отношение к хостингу и готовность клиентов оплачивать хороший, качественный хостинг или выделенный сервер и так далее, потому что потери могут быть зачастую очень неприятными. Но это, так сказать, пассивная борьба за отказоустойчивость. А есть активная борьба за отказоустойчивость, и это решение называется веб-кластер. Что такое веб-кластер? Вот видите картинку, на которой куча серверов. Ну, примерно так выглядят дата-центры. Да, там много-много-много серверов. Что такое веб-кластер? Веб-кластер – это когда вы можете ваш сайт, как это сказать, распределить на два независимых сервера, в том числе географически разделенных. Хух, сейчас попробую все это объяснить простыми словами. Сейчас ваш сайт, по умолчанию, большинство сайтов работает на одной какой-то машине, на одном каком-то сервере. И в случае, если происходит какая-то авария, например, у сервера сгорел блок питания. Ну, в дата-центре не отключают, конечно, электричество, потому что у них там куча всяких резервных систем питания, но бывают курьезные случаи. Например, в один из дата-центров Амазона в 2011 или в 2012 году попала молния, и черт побери, он 4, 5 или 6 часов простаивал, потому что попала молния, все, ужас, там все сгорело. Специалисты еле-еле за 6 часов установили, а может даже и больше. Я вот сейчас не помню точные цифры, но колоссальный простой был. Это, конечно, редко случается, да и молния два раза в одно место, говорят, не бьет, но суть в том, что аварии в дата-центрах – это нормальная регулярная практика. Ну, то есть, грубо говоря, не бывает техники, которая не ломается. Это значит, что выходит из строя диски, выходит из строя память, ну и так далее. Происходит много всяких нюансов. В конце концов, блоки питания горят, ну и так далее. Все может быть. Пока технические службы дата-центра будут работать над устранением аварии, вы будете терять в деньгах, то есть, грубо говоря, ваш сайт не работает, и вы ждете, сидите покорно, ожидаете, когда же там спецы починят, если они вообще знают, что что-то произошло. В случае с кластером вы можете застраховать себя от этой истории. То есть, грубо говоря, можете распределить свой магазин на два сервера и таким образом обеспечивать некую отказоустойчивость. Грубо говоря, если один из серверов вышел из строя, это не означает, что у вас все перестало работать. Это означает, что у вас стал работать вместо двух серверов один. Примерно та же история работает с нагрузками. То есть, грубо говоря, несмотря на то, что Bittrex – очень производительная система, то есть она способна выдерживать колоссальные нагрузки, бывают истории с высоконагруженными сайтами не с точки зрения количества посетителей, а с точки зрения количества товаров. Ну, то есть сайты, которые требуют высокой производительности. Бывают пики сезонов, когда у вас весь год все ровно, тысяча посетителей в день, а в пике раз, и у вас 10 тысяч посетителей в день. Или 100 тысяч посетителей в день, потому что вы запустили массовую рекламную кампанию или случилось чудо. И в этих случаях неподготовленная система, конечно, может не выдержать нагрузку и просто перестать работать. Так вот, вебкластер нужен еще и для таких целей, как распределение нагрузки. То есть вы сможете... Сейчас, секунду. Вот эти тут много всякой болтовни. На слайдах вы можете распределить нагрузку на несколько серверов и тем самым получить не только отказоустойчивую, но и высокопроизводительную систему. Вот у нас есть результаты нагрузочного тестирования, которые мы проводили как раз в подобных условиях. Вот самый левый сертификат. Сейчас попробую мышку найти. Вот она. Вот этот сертификат. Это один из битриксов с сайтом в редакции бизнес на одном сервере с временем отклика 0,09 секунды. То есть это 0,009 секунды. Время загрузки страниц, если я не ошибаюсь, здесь было не более 1 секунды. И показатели по посещаемости. Как мы производили эти замеры? Мы договорились... Скажем так, мы арендовали у Яндекса Танк. У них есть такая штука, называется Яндекс Танк. Это система, которая проверяет на нагрузки, в том числе сервисы Яндекса. Мы попросили сервер у компании Selectel, взяли выделенный сервер, поставили на него битрикс, и совместно с компанией Summa IT организовали всю эту историю с оптимизацией сервера, с оптимальными настройками и нагрузкой. При этом профили нагрузки на самом деле хорошие. Ну, то есть, смотрите, у нас там был интернет-магазин, в котором было почти 100 тысяч товаров, и профиль нагрузки, то есть группа говорит, а не просто мы заходили с сайт, открывали главную страницу. Нет, были написаны специальные роботы-скрипты, которые ходили по сайту. Они просматривали товары, фильтровали каталог, выполняли поиск, оформляли заказ и так далее. То есть выполняли целый ряд типичных для обычного пользователя действий. И вот такие показатели у нас получились. 14 миллионов хитов в сутки, 700 уникальных посетителей и порядка 30 тысяч заказов в интернет-магазине. Это на одном сервере, редакция бизнес, хорошо настроенная система. Если взять два сервера, это средний сертификат, здесь написано 1S Bittrex Enterprise, но на самом деле редакция бизнес позволяет использовать два сервера, то мы получаем практически удвоение показателей. Мы видим уже 23 миллиона хитов, мы видим 1,2 миллиона посетителей и 46 тысяч заказов. При этом скорость ответа, отклика сервера чуть-чуть ухудшилась, но все равно 0,03 и не такой уж плохой показатель. При этом, опять же, страницы открываются в рамках секунды. Ну и для совсем крупных проектов, если нужно переключаться на большее количество серверов, вот третий сертификат – это уже 4 сервера в кластере, тот же магазин, те же условия, и мы видим показатели практически еще удвоения, 46 миллионов хитов, 2,5 миллиона уникальных посетителей и почти 100 тысяч заказов в интернет-магазине в сутки. Это те показатели, которых можно добиться на Bittrex, если окружение настроено грамотно. То есть, грубо говоря, если у вас сайт вдруг начинает тормозить, или если вы принимаете или разрабатываете сейчас сайт, и вам кажется, что он работает медленно, вы заходите в скорость сайта, вы проверяете свою инфраструктуру и обращаетесь к разработчику за детальными и правильными настройками, потому что Bittrex под капотом может, на самом деле, работать очень эффективно. Как говорится, надо просто уметь его готовить. В случае, если вы, ваш разработчик, подрядчик не умеет готовить, мы можем с этой точки зрения помочь. В сотрудничестве с компанией SumoIT мы производим экспертизу производительности. Специалисты компании SumoIT там давно зарекомендовали себя, как очень хорошие администраторы серверов и систем, и они узнают хорошо Bittrex и могут посмотреть и показать, где же есть узкие места в производительности, ну и добиться, в общем, схожих показателей для того, чтобы это все заработало. Ну вот вопрос, сколько посетителей в день выдерживает, мне кажется, я на него сейчас довольно подробно ответил. Может ли веб-кластер сейчас в момент разработки или позже? На самом деле веб-кластер подключается в любой момент, когда вам это необходимо. Эта история не зависит от разработки, причем кластеры можно собирать разного характера. Единственное, от чего зависит возможность использования кластера, это редакция. То есть, грубо говоря, на бизнесе доступно два сервера, на интерпрайзе там уже их количество не ограничено. Стандартная конфигурация для увеличения производительности на бизнесе, например, это использование отдельного сервера под базу данных. То есть, если есть там большое количество товаров, хороший трафик и там сильный профиль нагрузки, то очень часто разделяют логику PHP, которая выполняется, и логику с UBD. То есть, грубо говоря, в базу данных выносит на отдельный сервер, и система помогает это контролировать и хорошо с этим работать. Следующая тема – это защита от DDoS. На самом деле, что-то все популярнее и популярнее становятся. DDoS-атаки, они сейчас все дешевле и дешевле. Кажется, что в конкурентной борьбе это не самый честный прием, но он почему-то используется. Честно говоря, я вот совершенно не поддерживаю такую историю и вообще считаю это возмутительным. Но, однако, наши клиенты все чаще говорят, что да, сталкиваются с такой опасностью. С опасностью атаки на сайт, перегрузки серверов и так далее. Что такое DDoS вообще? DDoS – это направленная атака на какой-то ресурс, интернет-ресурс. И атака эта выглядит следующим образом. С миллиона компьютеров, расположенных во всем мире, на ваш сайт начинают одновременно заходить виртуальные пользователи. Но, грубо говоря, когда количество пользователей вдруг превышает возможности вообще системы, на которой все это работает, перегружаются, во-первых, сам сервер начинает очень жутко тормозить, во-вторых, в дата-центре начинаются проблемы. То есть просто сетевые интерфейсы, по которым идут сигналы, непосредственно соединяя интернет с вашим сервером, начинают просто быть перегружены и не успевают отрабатывать. Это называется DDoS-атака. Когда ваш сайт нагружают так, что он просто придет работать из-за невероятной нагрузки. И это там даже уже не миллионы посетителей, а могут быть миллиарды посетителей. То есть на самом деле роботы, которые осуществляют подобную атаку, могут отдавать просто сумасшедшую нагрузку. Что с этим делать? Ну, на самом деле ситуация непростая. То есть, грубо говоря, защититься от DDoS-а собственноручно практически невозможно. Для этого нужны специальные сервисы. И мы совместно с компанией Куратор, Куратор Labs, разработали некое предложение для наших клиентов, которое позволяет защитить сервер от DDoS-атаки. Что такое защитить сервер от DDoS-атаки? Это означает отфильтровать весь трафик, который идет на ваш сайт, отфильтровать плохой трафик, то есть тот, который просто вызывает пустые запросы грузит систему, от нормальных пользователей, которые на ваш сайт заходят. Это так называемый фильтр. Он расположен и работает на стороне, собственно говоря, нашего партнера, системы Куратор, компании Куратор. И для того, чтобы подключиться к этому фильтру, необходимо перенаправить свой домен на их систему. Грубо говоря, выглядит это примерно следующим образом. Компания Куратор обеспечивает постоянную защиту. То есть если, грубо говоря, вы постоянно подвергаетесь атакам ваших недобросовестных конкурентов или просто DDoS-атакам, вы подключаете к ним свой домен, в своем домене переписываете, или на NS-серверах переписываете, соответственно, их сервера. Серверы компании Куратор начинают фильтровать трафик и перенаправлять на ваш сайт, на ваш действующий сервер, только чистый трафик, который очищен от DDoS-атаки. Но, как вы понимаете, эта услуга не бесплатная. То есть постоянная переадресация и фильтрация трафика, даже если вас не атакуют, все равно будет платным. Мы даем 10 дней непрерывной защиты в сотрудничестве с компанией. То есть наши клиенты все по умолчанию получают 10 дней непрерывной защиты. То есть, грубо говоря, если вас начали атаковать, вы можете переключиться на Куратор. Но здесь есть одно но. Дело в том, что переключение не моментальное. И это связано уже и не с нами, и не с Куратором, а связано с системой доменных имен. То есть, грубо говоря, когда вы переезжаете, например, с хостинга на хостинг, с одного сервера на другой, у вас меняется IP-адрес, у вас могут поменяться NS-серверы и так далее. И вот это вот переключение всех DNS-серверов, которые в интернете работают, хотя бы корневых, может занимать там приличное время. Поэтому здесь есть несколько рекомендаций. Вернее, нет. На самом деле рекомендация одна. Держать свой домен на быстрых NS-серверах. Что это такое? Ну, в качестве примера я могу привести, например, NS-серверы RooCentra или NS-серверы Яндекса. То есть, если ваши NS-сы находятся в хорошем быстром сервисе, то вы сможете практически мгновенно переключиться на защиту. На самом деле, более детально обо всем об этом вас может проконсультировать компания-куратор, в которую вы можете обратиться. В своей админке у вас есть вот этот раздел защиты от DDoS, в котором вы можете указать свои данные и, собственно говоря, включить процедуру подключения защиты. С вами свяжутся менеджеры с куратором и помогут вам все это организовать. Но для того, чтобы это все сработало быстро, вам необходимо иметь домен, поддерживаемый на быстрых NS-серверах. Вот такая история. В общем, защититься от DDoS можно. Мы постарались предоставить вам даже бесплатную защиту в течение 10 дней. Редко, когда атака длится дольше, на самом деле. Но к ней надо готовиться. То есть, если вы ощущаете, что может совершиться такое дело и вас начнут атаковать, позаботитесь заранее о быстрых NS-серверах на вашем домене и сможете тогда быстро переключаться и воспользоваться нашей защитой. На самом деле, по моему выступлению это все. Я, кажется, ответил на большую часть вопросов и раскрыл тему вебинара касательно конверсии, производительности, защиты от DDoS, скорости сайтов и так далее. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете, во-первых, задать их сейчас в вопросике, пока готовится следующий докладчик. Олег, я могу поотвечать. На экране вы видите мою электронную почту, вы видите телефон нашей компании, на который можно позвонить, пообщаться с моими коллегами из отдела продаж. Они могут подсказать и помочь решить те или иные вопросы. Ну и, собственно говоря, спасибо вам за внимание. Олег, скажи, пожалуйста, свои готовности. Я... Да, добрый день. Так, Олег... Я готов. И у нас готов. Да. Так, хорошо. В общем, уважаемые слушатели, я жду от вас вопросов. Я никуда не ухожу, буду параллельно с Олегом находиться на вебинаре, просто выключу свой микрофон, чтобы не отвлекать, но смогу отвечать на ваши вопросы в письменном виде или в конце вебинара могу озвучить какие-то моменты, которые вам покажутся важные. Так, Олег, секунду, переключаю экран. И проверяем, как оно работает. Сейчас попробуем, да, сейчас минуточку. Так, сейчас минуту пробуем. Значит, так, раз. Так, видно меня, да? Да, видно презентацию, все отлично. Все, спасибо. Итак, всем добрый день. Пожалуйста, поставьте плюсики вообще слышно ли меня или Сергей просто... Ну, я так понимаю, что меня слышно в целом, да? Да, в целом звук вроде бы ничего. Ну, отлично, спасибо. Итак, тогда давайте начинаем. Ну, у меня сегодня тема такая практическая. Практические советы о том, как повысить конверсию. Поэтому будем говорить непосредственно именно о сайте, о том, как сделать его качественно, хорошо, да? То есть конверсия – это, по сути, когда, как уже говорил Сергей, люди зашли на ваш сайт и она зависит от того, как ваш сайт именно работает, насколько он хорошо настроен, насколько качественно выполняет свою функцию. Итак, поехали. Начнем мы с вами с одежки, да? Поскольку по одежке встречают людей и сайт тоже, в принципе, да, по внешним видам смотрят. Итак, если ваш интернет-магазин выглядит как результат, ну, валяния школьника, скажем так, да, то вы, скорее всего, ничего не сможете продать. С другой стороны, профессиональная разработка веб-студии отличается высоким качеством, которое сразу заметят ваши клиенты. Люди сразу поймут, что сайт профессиональный. То есть от дизайна зависит действительно многое. В то же время учтите, что красивые имиджевые элементы забирают достаточно много внимания и оттаскивают покупателя от товаров, по сути. Желательно, чтобы сами товары были основным составляющим элементом вашего сайта, в наибольшей степени привлекали внимание к себе. Лучше, если будет запоминаться именно информация о товаре, ну, какие-то информационные картинки, а не только такие декоративные элементы. Не стоит расходовать внимание пользователя нерационально. Кроме того, имиджевые элементы, если и сработают, то, ну, только в первый раз привлекут внимание, да, потом уже люди будут смотреть на контент непосредственно. И, безусловно, очень важное правило удобства пользования сайтом – это правило трех кликов. Ну, суть правила стоит в том, что пользователь должен за три клика попасть именно на конкретный товар. Давайте теперь посмотрим типичные ошибки, которые присутствуют в интернет-магазинах, да, то есть что не нужно делать и способы их избежать. Во-первых, очень часто владельцы, интернет-магазинов не думают, что покупатели в поисках нужного им товара, делают выбор между несколькими сайтами, и на решение остаться в магазине или уйти в другой уходит, собственно, небольшое время совершенно, да, за это время человек должен увидеть, посетитель должен увидеть, что именно ваш сайт, ну, действительно профессионален и предоставит им необходимый уровень сервиса. Объясняйте пользователю, показывайте ему, что следует делать покупку именно у вас. В чем ваши конкурентные преимущества? Показывайте это сразу же на главной странице. Каким образом? Это уже отдельная тема. А вот какие именно преимущества у вас есть, да, ну, давайте их попробуем так продумать, перечислить. Ну, смотрите, это, конечно же, удобная доставка и оплата, качественный сервис, выгодные условия, да, ну, в том же, та же цена, там еще какие-то бонусные условия, удобные работы, грамотные консультанты, которые подскажут, что и как. Особое место занимает в качестве конкурентного преимущества скорости обслуживания. Вот есть скорость сайта, о которой говорил Сергей, а есть скорость обслуживания, это тоже очень важно. Продажи в интернет-магазине происходят дистанционно, и у вас очень мало шансов завоевать доверие без этой информации, которая, вот, собственно говоря, должна вводиться на сайте, контактной информации, например, телефон, адрес, режим работы, все это залог доверия со стороны покупателей. Отдельные онлайн-магазины выдают звенья о себе настолько скупо, что самый доверчивый человек заподозрит неладное. Их контакты состоят из адреса электронной почты, ну, и, например, формы обратной связи. Куда обращаться, где находится офис, непонятно. Подобная скрытность вообще типична для мошенников, и высока вероятность того, что новый посетитель не захочет рисковать деньгами и обратиться к другому интернет-магазину, постаравшемуся обстоятельно рассказать о себе. Желательно иметь также отдельную линию для бесплатных звонков 8800. Если же новый магазин по каким-то соображениям бюджета не может себе позволить иметь бесплатную линию телефонную, подойдет хотя бы онлайн-консультант или чат. Для, допустим, с 9 до 20 менеджер сможет ответить на возникшие у покупателей вопросы. Помимо контактной информации необходимо предоставить информацию о гарантии, доставке, возврате, оплате, другие полезные для покупателя сведения, которые увеличат доверие к вашему магазину. Как правило, такая информация располагается на сайтах, на отдельных страницах, и чтобы ее посмотреть, посетителю необходимо уходить с карточки товара, соответственно, это нежелательно. Мы ведь хотим, чтобы он сделал покупку, да, он уйдет, потом что-то произойдет, прервется интернет, он не найдет свод товара, что угодно может произойти, он не сделает покупку. Поэтому хотя бы основная часть вот этих сведений, этой информации, которая пользователю тоже нужна, должна быть расположена именно в карточке, продублирована именно в карточке товара, но и на отдельных страницах в полном формате она тоже должна быть. И это должно быть видно сразу же на главной страничке, то есть пункты меню. Доставка, оплата и так далее, они все должны быть сразу же видны. Кроме того, наличие на вашем сайте многовариантности оплаты, описание возможных способов доставки, увеличивает в целом информативность вашего сайта, доверие к вам как следствие конверсию. Эта информация должна быть сразу же видна и доступна. Еще кейс по поводу оповещений и по поводу информации о географическом положении. Допустим, магазин может работать только локально, только Москва, только Санкт-Петербург, например, такое бывает, да, то есть, ну, не налажен способ доставки в другие регионы. Клиент не должен узнавать об этом из письма об аннулировании заказа, да, вот он сделал заказ, и после этого ему приходит письмо, что, к сожалению, ваш заказ не может быть исполнен в связи с тем, что... и так далее. Такого не должно быть. Необходимо, чтобы пользователь как можно раньше получал информацию о стоимости доставки в свой регион и о способах оплаты. Не заставляйте пользователя искать, там, прикидывать, сколько будет стоить доставка в Новгород или в Самару. Это не должно стать сюрпризом на последнем этапе. Если магазин осуществляет доставку в пределах одного региона, об этом обязан сообщать каждая страница сайта, ну, в каком-то том или ином виде. Хорошая практика – автоматически определять регион пользователя, а не требовать от клиентов лишних действий. Определить регион пользователя и сообщить, например, в карточке товара доставка в ваш регион, например, Нижний Новгород, составит 350 рублей и по сроку 7-10 дней. Оплата наличными при получении. Вот такой вот сразу же информационный блок в карточке товара будет отлично смотреться и очень сильно повысит доверие к вашему магазину. Примерно в 90 случаев регион пользователя можно определить по его IP-адресу, так называемой технологии GeoIP, и сразу сообщать условия обслуживания в городе покупателя. Ну, вот, пример выше. Разумеется, должна быть доступна возможность изменить город доставки, потому что все-таки GeoIP не всегда четко определяет, что и как. То есть, насколько пользователь вообще действительно находится в том или ином городе, бывают ошибки. Должна быть возможность выбрать другой регион. Хорошим способом повышения доверия к вашему сайту может послужить размещение на нем сертификатов на продукцию, логотипов авторитетных партнеров, аттестатов качества, которыми обладает ваш интернет-магазин. Многие интернет-магазины, кстати говоря, размещают баннер Яндекс.Маркет, а это также позволяет склонить клиента к покупке, так как, ну, многие знают, что для того, чтобы интернет-магазин попал на торговую площадку Яндекс.Маркет, он должен пройти определенную модерацию, проверку. Соответственно, магазин уже проверен, и вероятность, что это мошенники, меньше, хотя все-таки остается. Тут уж никуда не деться. Если поиск не обнаружил требуемое изделие, нужно предложить близкие по характеристикам варианты, а не писать, что ничего не найдено. Ограничений быть не должно, да, каких-то запретов, что вы не нашли, все, до свидания. Нельзя, кроме того, ограничивать ни сумму заказа, ни количество приобретаемого товара. Вместо запретов следует предоставить выбор, ну, например, доставка товара стоимостью меньше 5000 рублей и стоит столько-то. Какие-то варианты должны быть. Предлагать альтернативные товары, если ничего не найдено. В общем, выбор должен быть всегда. Теперь немножко подробнее о списке товаров и вообще о каталоге. Значит, что касается, еще раз, поиска. Поиск каталогий не только поможет клиенту быстро найти товар. Проанализировав запросы поиска, вы сможете понять, чем посетители вашего интернет-магазина наиболее заинтересованы и в чем нуждают... ...целая категория раздела, не заполнена ни одним товаром. Нажимая на такие мертвые категории, посетители видят сообщение, товары не найдены или в этой категории нет товаров. Ну, вот пример вы видите, да. Соответственно, нужно скрыть пустые категории. Иначе люди просто будут уходить, они будут видеть, что что-то не так, что товары не созданы, магазин наполовину заполнен, что это какой-то еще проект полуразработки. Так не должно быть. Что говорить, если говорить о сравнении товаров, да. Чем сложнее товар по техническим характеристикам, тем сложнее его выбрать. Особенно в условиях, когда много схожих товаров с небольшим отличием в цене на сайте. В этом случае необходимо реализовать функцию сравнения. Например, вы можете посмотреть, как это сделано в инвидео. В принципе, функция сравнения есть и в том же Яндекс.Маркете, и во многих других сайтах. Достаточно наглядно можно увидеть, как это должно работать. Важно помнить еще, что такая функция нужна для интернет-магазинов с большим товарным ассортиментом, а для небольших интернет-магазинов она не принесет пользы, ну и может запутать просто. То есть да, если у вас там 20-30 товаров, эта опция, ну, скорее всего, будет лишней. Немножко поподробнее о карточке товара. По сути, карточка товара – это целевая страница для пользователя, до которой он должен дойти за три клика, как уже говорилось. И именно поэтому она должна давать всю необходимую информацию для принятия решения о покупке. Но бывают и такие товарные карточки. Здесь смысл примерно тот же самый, что и с пустыми категориями. Так быть не должно. Но, да, желательно затратить побольше времени на проверку, что у вас нету товаров с незаполненными картинками, с отсутствием описанием. Ну, бывает такое, что не все картинки сразу для товаров можно вывести, да. Хорошо. Два варианта. Либо не выводите эти товары совсем, пока картинки не появятся, либо хотя бы создайте, ну, достаточно подробное текстовое описание с пояснением, почему, собственно говоря, картины пока нет. Показ товаров является одним из наиболее важных процессов на сайте. Вообще фотография товара, конечно, это очень важная штука. Вот, поэтому желательно, чтобы она была. Кроме того, непрезидентабельные маленькие фотографии, да, вот какие-то такие непонятные, с плохим качеством, катастрофически просто влияют на конверсию. Фотографии должны создавать у покупателя ощущение прикосновения к изделию. То есть, основной минус магазина, какой интернет-магазин? Нельзя пощупать товар, повертеть его со всех сторон. Вы должны создать какие-то сервисы, какие-то альтернативы, которые позволят это хотя бы сымитировать. Какие чуть позже, расскажу чуть ниже. Ну, в общем, эти сервисы должны быть. Все детали на картинках должны быть отчетливо видны. Ну, и, например, вы можете добавить еще видео. Вот, посмотрите внимательно, да, качественное фото, конечно, это хорошо. Но без описания характеристик, если качка идет товара, да, здесь уже как бы не очень здорово вся эта ситуация обрисовывается. Если товар является таким достаточно сложным электрическим там или каким-то оптическим изделием, или имеет ряд таких достаточно серьезных характеристик, пожалуйста, обязательно их выводите. Можете выводить их табличкой, как угодно. Не выводите товары, у которых характеристики должны быть, без них. Это отталкивает посетителей от интернет-магазина. Лучше потратьте немного времени на создание минимально хотя бы необходимого контента для качки товара и не выводите ее в ваш сайт, да, на обозрение всем до того, как, собственно, вся информация или хотя бы минимально необходимое заполнило. Далее. Если говорить о вопросах оплаты и доставки, то, безусловно, это очень важно для любого потенциального клиента видеть, какие возможны варианты оплаты, какие возможны варианты доставки. Чем раньше вы сможете на них дать ответ, на эти вопросы, тем охотнее посетитель сделает заказ. Как уже говорилось, способ оплаты желательно расположить, как и доставки, непосредственно на качке товара. Хотя бы в общем виде, хотя бы не конкретно для данного товара, хотя бы перечислить все возможные варианты. В некоторых интернет-магазинах, например, делается возможность прямо из карточки выбрать какие-то уточняющие опции по доставке, по оплате. И прямо в карточке тогда будет пересчитана, допустим, сумма, какая-то уточняющая информация будет выдана после выбора этих опций. Идем далее. Если говорить о каких-то еще дополнительных бонусах к качке товара, то, безусловно, имеет смысл вывести отзывы о том, что к отзывам других людей прислушиваются и что они влияют на конверсию, вы, безусловно, уже и так знаете, об этом сказано уже немало в принципе, в интернете, на семинарах, вебинарах и так далее. Но благодарите своих клиентов за отзывы. Это может быть простое спасибо, может быть подарок решать вам. Более того, в принципе, вы можете предлагать заранее, что оставьте отзыв и мы вам, ну, сделаем, допустим, определенную скидку. Или там 100 рублей на теле. Такое тоже бывает. Ну, конечно, в зависимости от стоимости товара. Предлагайте сопутствующие товары и товары-аналоги к просматриваемому товару. Продавайте комплектами. Все, о чем вот тоже рассказывал Сергей. Так вы сможете значительно повысить продажу в интернет-магазине, увеличить средний чек и вовлеченность пользователя в процесс покупки. Пользователю будет интересней, он будет видеть альтернативы, сможет выбрать именно то, что ему нужно. Ну, это и есть вовлеченность. Соответственно, конверсия за счет этого дела тоже увеличится. Поподробнее о процессе оформления заказа, о корзине, о вот этих вещах. Это на самом деле очень важный этап. Может быть, даже такой более проблемный, чем все предыдущее описанное. Почему? Человек уже затратил время на выбор товара. Уже все вроде бы подобрал. И вот на этом этапе оформление заказа он стопорится и уходит. Вот нужно эту вещь не пропускать. Давайте сначала поговорим о кнопках «Купите в корзину». Если кнопку «Купить» отнести подальше, да еще и спрятать, то шансы на обнаружение ее пользователям стремятся к нулю. Это самая главная кнопка, по сути, для вас. Это кнопка, которая стартует, вот, собственно, процесс конвертирования посетителя в покупателя. Эта кнопка должна быть красивой и заметной. Вот странно, честно говоря, некоторые не следуют этому очевидному правилу, а ведь от размера этой кнопки действительно зависит конверсия. В принципе, понятно, что в оптовых магазинах, где покупателями являются, а-ля, дилеры, да, где все очень лояльно, там нужно вывести, например, миллион позиций, там кнопочки эти могут быть мелкими. Но в основном, да, именно для B2C важно показать эту кнопку, вот, большой, красивый, чтобы сразу было понятно, куда жать. Тоже в AB-тестировании, вот то, о чем Сергей говорил, вы можете это проверить. Говоря о кнопке «Добавить в корзину», да, представьте, что вы добавляете товар в корзину, вам говорят, что товар отложен, да, или уже в корзине. А что делать дальше, на что нажимать? Обязательно на виду должно быть некое пояснение, какая-то кнопка, ссылка, позволяющая продолжить оформление заказа. Не оставляйте покупателя один на один с вопросом, а что делать дальше, как оформить заказ. Ну, иначе он просто может уйти, потому что, ну, не все такие гении, не все могут сразу же понять, что вот теперь, там, нужно перейти в кнопочку «Корзина» в пункте меню, которая где-то выше-выше находится, или нажать на саму картинку корзины. То есть это не настолько может быть очевидно, поэтому явным образом выводить информацию о том, что делать дальше. Ну вот, еще один слайд об этом же, да. Поясняйте, что делать дальше. Просто повторюсь. Или хотя бы до подтверждения оформления, необходимо указывать окончательную стоимость покупки со всеми дополнительными расходами, включая доставку, там, налоги, вообще все, да. Плохо, когда только после оформления заказа человеку приходит информация, кстати, вы еще за доставку должны заплатить столько-то. Ну, нехорошо, отпугивает. Человек может отказаться от покупки. При оформлении заказа, учтите, что люди, как бы, часто начинают сомневаться, что им делать дальше. Могут быть какие-то затыки, там, на выборе местоположения того же, то, о чем говорилось, на каких-то других моментах. Куда что ввести, где обязательные поля. Итак, как решить такую ситуацию, как помочь людям? Ну, просто добавьте номер телефона рядом с кнопками навигации по заказу и предложение позвонить, если нужна помощь. Опять же, сюда можно поместить онлайн-консультанта. Помните, что задача любого интернет-магазина – привести клиента к оформлению заказа. Нужно ему в этом помочь. И, главное, никаких лишних ссылок, ничего такого дополнительного, яркого, что может отвлечь человека от процесса покупки. В корзине, в странице, где оформляется заказ именно, не нужно выводить ничего отвлекающего. Может быть, в корзине блок персонализации, но тоже под вопросом. И обязательно в самом низу, наверху ни в коем случае нет корзины. Человек должен корзину, видеть кнопку, оформить заказ. И, собственно, его оформить. Не принуждайте посетителя регистрироваться на сайте, чтобы оформить заказ. Это очень важный момент. Люди, ну, в принципе, не очень любят регистрироваться. Сейчас все боятся вот этого сохранения персональных данных, их распространения по всему миру. Потом вы все помните фильм о затирании идентификации человека. Поэтому люди не очень любят оставлять какие-то регистрационные данные, не принуждайте их это делать в лишний раз. Если клиент хочет купить, пускай покупают немедленно, не надо ему мешать. Вы должны понимать, что принятое решение о покупке может быстро измениться, особенно, когда есть конкуренты рядом, да, которые предлагают более легкий способ, собственно говоря, покупки. Сайт, в принципе, может содержать лишний кабинет. Не то чтобы даже может, а желательно, чтобы это все было. Профиль пользователя, дальнейшее управление заказами. Но на первоначальном этапе, вот при первичной покупке, не стоит его заставлять именно проходить какую-то сложную форму регистрации. Кроме того, смотрите, если все-таки нужно как-то, да, идентифицировать пользователя, можно предложить следующее. Вот используйте, например, подключение, да, регистрацию через аккаунт в соцсетях. Вот. В принципе, для многих людей, для тех, для кому это просто сложно, забивать все данные в эту форму, авторизация регистрации через соцсети является достаточно хорошим вариантом, они с удовольствием это используют. Хорошим вариантом делать заказ без регистрации является так называемая опция или вот интерфейс отправки заказа в один клик. Попросите только имя и телефон, да хотя бы имя и e-mail. Все остальное, ну, запросите при уже ответном обращении. Если у вас есть телефон, менеджер перезвонит, пообщается с человеком. Вообще, голос – это очень важно в любом интернет-магазине, который создан в России. Вот. Очень важно. Все реагируют на голос. Без общения голосом, в принципе, нельзя считать, что заказ по-настоящему сделан. Человек просто может при доставке отказаться, сказать, а вы мне ничего не подтвердили. Учтите это. Предоставьте быстрым клиентам быструю возможность сделать заказ в один клик. Если уж вы считаете, что регистрация все-таки необходима, то, во-первых, как минимум, объясните пользователю, зачем она нужна. И, во-вторых, не используйте огромные, длинные, сложные формы. Если нужно определенное достаточно большое количество полей в бит, разбейте их на несколько частей. Например, заполнить три простых формы по три поля проще, чем одну длиннющую полей в девять. Ну, естественно, эти цифры могут варьироваться. То есть, понятно, что три по пять полей и уже 15 полей. Совсем сложно. Идем дальше. Да, безусловно, определяйте регион пользователя самостоятельно. Безусловно, давайте возможность его поменять. Это я уже тоже говорил. И, опять же, регистрация как можно более простая. Имя, адрес электронной почты, номер телефона. Пароль для этого пользователя, даже если вы его регистрируете явным образом, вы создадите автоматом, отправите ему на почту, он его поменяет при необходимости и так далее. Вообще, все остальные сведения при необходимости уточнить менеджер, оформляя заказ. Давайте немножко об ошибках, которые появляются в процессе оформления заказа и вообще вот об ошибках в отношении к этой стадии работы посетителей с интернет-магазином. Ну, например, иногда мы сталкиваемся с такой проблемой. Нажимаешь кнопку «Купить» или «Оформить заказ», отправляешь за полную форму регистрации. Дальше что-то происходит, но никакого сообщения о результате не выводится. И вот вообще вопрос. Неужели сложно явно написать «Спасибо, ваш заказ принят, мы с вами свяжемся»? Или произошла такая-то ошибка, надо сделать то-то, то-то. Вот, в принципе, для меня, например, очевидно, что какое-то сообщение об этом нужно выводить. Но не для всех владельцев и создателей интернет-магазинов это также очевидно. В общем, в любом случае, на любой день, я считаю, система должна явно отдавать свой ответ, успешный или не очень. Кроме того, сейчас уже является нормой, в принципе, дублирования подтверждения с делом заказа об изменении статусов, о любом вообще изменении на e-mail пользователе. Так что тоже не пренебрегайте этой функциональности. Она необходима. Самое худшее, связанное с работой форм ошибок, с работой вообще вот этих отправок сообщений и так далее на сайт подтверждения заказа – это невозможность отправки, собственно говоря, самого заказа, финальной его стадии. Да, это временный сбой, допустим, да, его устранят там через полчаса, через час, там, завтра, с утра. Но клиент об этом не знает, он просто возьмет и уйдет. Следите за этим моментом особенно внимательно. И в случае, если выдается такая ошибка, заранее, и у вас должно быть на стороне клиента, в браузере выводится сообщение, что не просто произошла ошибка, да, а мы ее очень быстро устраним, там, через полчаса все будет работать, пожалуйста, перезвоните нам на телефон такой-то, мы проведем ваш заказ, собственно говоря, напрямую по телефону. Вот такой совет. Далее. Допустим, по ряду причин я так и не смог оформить заказ, заполнил форму, там, ну, наполовину или в большей степени, указав, например, ну, телефон, почту, но просто не смог оплатить, не смог подтвердить, а может быть, не захотел по каким-то причинам. Ну, логично же, что менеджер этого интернет-магазина, по идее, неплохо было бы, чтобы он вообще связался со мной и уточнил, почему, почему заказ не был в итоге сделан, почему не оплатил, что не так. Вот, в принципе, непонятно, зачем собирать контакты, да, если ими потом не пользоваться. Пользуйтесь вот этим сервисом, в том числе в Битриксе есть непосредственный функционал брошенных корзин, да, прозванивайте своих клиентов, организуйте функционал, который берет почту, телефон, имя клиента, еще в процессе набора. Некоторые сайты так и делают. Вот сразу человек набрал, еще даже ничего не отправил, но ваши данные сразу уже попали в базу. Если потом что-то оборвалось, то, собственно говоря, проблема будет решена. Человеку все-таки перезвонят. Немножко о мобильности. Мобильные телефоны вообще и планшеты сейчас захватывают интернет, захватили мир уже, по сути. Отсутствие мобильной версии сайта, адаптивный, да, вот кто, может быть, тоже слышал, фактически полный отказ от покупателей. Владельцы смартфонов часто сталкиваются с проблемой, что нашли товар, но не могут его заказать. Данная проблема касается и электронных платежей, и других сервисов, там, желательных или даже необходимых для организации нормальной возможности заказа товаров. Соответственно, и конверсии не происходит. Пожалуйста, заботьтесь о мобильных ваших пользователях, ваших будущих клиентах и имеющихся сейчас. Далее. Позаботьтесь о том, чтобы вывести... Увидит, чем богат ваш интернет-магазин, и чем вы можете его удивить, порадовать ценой, например. Выводите системы... Используйте системы скидок, акций, да, в новинках. Новинки вообще очень актуальны для постоянных клиентов. Вводите информацию о спецпредложениях. Тоже актуальный блок, показывающий, что вот, например, ну, либо снижение цены, либо какие-то дополнительные условия на товар. Вы всегда можете привлечь внимание покупателя к какому-то товару или группе вот с помощью таких блоков. Ну, безусловно, если вы меняете цену на более дешевую, показывайте старую цену тоже, вот чтобы человек реально видел, ощущал этот кайф от того, что цена стала дешевле. Используйте акции там с подарками, используйте вывод людям, информацию о том, какие товары являются наиболее популярными. Тоже их может это заинтересовать. Почему они популярны, да, начнут смотреть характеристики, тоже будут вливаться в этот процесс, как бы, конвертироваться в, собственно говоря, покупателей. Чуть подробнее про акции. Ну, собственно, еще раз повторюсь, что здесь нужно показывать обязательно цену, старую, новую. Просто учтите, что не все покупатели, приходящие на ваш сайт, готовы купить товар по полной стоимости. Особенно это касается одежды, ну, и подобных вещей. Люди просто знают, что многие ритейлеры устраивают сезонные распродажи, поэтому, чтобы не терять контакт с посетителем, вы можете уведомить его о снижении стоимости на товар, да, заранее. На товар, которым он интересовался, можете сказать, что вот, типа, сейчас у нас распродажа, ваш товар сейчас стал дешевле, пожалуйста, обращайтесь. Перечислю еще раз, наверное, частично, перечислю частично, повторюсь, частично новые сервисы, может, озвучу. Сервис сообщить о проблеме, да, значит, некая формочка, которая выводит, ну, в которую человек может писать, что вот, не смог зарегистрироваться, не смог сделать заказ. Позволит вашим программистам, вашим техническим специалистам, как бы, решить проблемы технические на сайте. Сервис недавно просмотренных. Позволит человеку вспомнить, какой товар он хотел купить. Повысит конверсию. Безусловно, вот, вспомним, да, просматривание и увеличение фотоизделия, лупа, да, то, о чем мы говорили, что, пощупать, чтобы товар можно было со всех сторон и так далее. Здесь тоже этот сервис поможет. Сообщайте информацию о том, что, возможно, продажа товаров в кредит, реализуйте это технически на своих сайтах. Ну, безусловно, различные информационные сервисы, в том числе, SMS, e-mail, push-сообщения, ну, и, конечно, какие-то другие. Отдельно, поподробнее чуть-чуть скажу об онлайн-консультанте. Онлайн-консультант, да, позволяет пользователю мгновенно общаться с, соответственно, менеджером продажи, да, получить совет по какой-то проблеме при заказе, получить совет, какой ему товар выбрать, ну, и другие какие-то вещи. Этот сервис качественно поднимает на новый уровень, собственно, вашу продажу, конверсию. Поднимает он, там, до 45% может поднять конверсию. Однако учтите, что не стоит онлайн-консультанту быть слишком назойливым. Это касается и какой-то машинной настройки, да, и человека. Не стоит, там, дергать посетителя каждые 10 минут, может быть. Это зависит тоже, очень сильно зависит от среды, вот, того, что именно за товар, что за сфера. Так что тоже это учитывайте. Ну, и в целом, уделяйте качеству обслуживания клиентов повышенное внимание. То есть, необходимо, чтобы был у вас качественный сервис, поддержка для покупателей, гарантия. Это все, в том числе и для офлайн-магазинов, как бы действует, но и для онлайн тоже, да, от этого деваться. То есть, помните, что основную прибыль вам приносят лояльные клиенты, именно повторные продажи являются основой торгового бизнеса, да, вот, в пункте, здесь втором, у меня написано, что стоимость привлечения одного нового клиента равна стоимости привлечения к повторной покупке шести старых, лояльных. Так что, вот, учитывайте этот момент. Ну, что ж, рекомендуем после вебинара оценить свой магазин в соответствии с озвученным ранее. И если заметите у себя упомянутые ошибки, ну, желательно их, конечно, устранить. Мы также, в свою очередь, можем вам в этом помочь, в нашей компании, в сайтах. Желаем вам хороших клиентов. Спасибо и давайте вопросы. Спасибо, Олег, тут есть несколько вопросов. Вопросы. Ага, да, да, конечно. Так. Если клиент зашел на сайт не с главной страницы, то как показывать преимущества? Ну, хорошо, смотрите. Еще раз. Ваше преимущество – это информативность сайта. В меню покажите, что у вас хотя бы есть доставка, оплата, там, условия. Это первое. А второе, еще раз, в карточке товара, например, да, то есть клиент куда заходит, если он зашел не на главную? Он заходит в конкретную карточку товара по, ну, видимо, какому-то рекламному объявлению. Значит, покажите там способы доставки, да, скорость доставки покажите. Вот ваше преимущество. Да, пожалуйста. Потом всегда есть какие-то боковые блоки, допустим, на сайте, да, в которые тоже можно информацию дополнительно показать. Сергей говорил о блоке персонализации. Соответственно, выведите туда блок персонализации, пускай клиент вообще сразу увидит еще и альтернативные варианты подходящих ему товаров. Может быть, даже не обязательно вот именно тот самый товар, который он выбрал, а может быть, даже в какой-то другой сфере он увидит товары, которые ему нужны, и скажет, опа, а это мне тоже нужно. Вот, пожалуйста, используйте. Идем дальше. Какие способы оплаты для интернет-магазина рекомендуете подключать? Ну, вы знаете, на самом деле способов оплаты очень сейчас много. Я имею в виду, если мы говорим об агрегаторах, да, о каких-то системах. Ну, вот важный момент, который я мог бы по этому вопросу озвучить. Смотрите, на самом деле вам следует проанализировать вашу аудиторию и оценить, какие способы оплаты для нее наиболее удобны, и они в наибольшей степени используют. Например, вот как раз, собственно говоря, такой кейс, компания занималась продажей там, точно сейчас не помню, в общем, товаров для молодежи. И они в течение первых двух дней определили, что для этих клиентов, по-моему, что-то там то ли с играми было связано, вот такой софтверный продукт, причем так с таким доступом. Они определили, что, соответственно, аудитория там порядка от 10 до 18, что-то такое основное. И для этих ребят самый удобный способ оплаты – это веб-мани. Вот, соответственно, главный совет здесь – определитесь, какие способы оплаты наиболее удобны для вашей аудитории. Вот это очень важно. Ну, а начинать, точнее, обязательно дублируйте все, как бы, ну, возможностью оплатить прямо курьеру, как говорится, наличными. Вот. Это, в принципе, стандартная практика. Так. Ну, больше вопросов на данный момент пока не вижу. Ну, задавайте, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, готов ответить. Спасибо, Олег. Я так понимаю, что… А, да, я вижу, что контакты, в общем-то, на экране, поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы непосредственно коллегу и компании Insight, вы можете их задать, собственно говоря, непосредственно по этим контактам и получить там персональную консультацию по всем вашим вопросам и предложениям о каких-то услугах. Вот, кстати, вопрос появился. Каким способом можно обойти главного помощника конверсии Яндекс.Советник? Хороший вопрос. Вы знаете, обойти можно, обойти можно программным способом. Я не буду сейчас озвучивать, но то, что обойти можно, я как раз… Вы, видимо, ведете речь о том, что при выводе… Программный способ, это нужно дополнительно специально программировать. То есть, возможно, Bitrix разработает у себя эту систему. Я знаю, что в некоторых системах прямо встроенный сейчас модуль есть вот такая возможность. Да, Сергей? Мне кажется, задачка для Marketplace, а не для нас. Так что, Олег, скорее вы разрабатывайте, будет пользоваться популярностью. По 100 рублей продавать и уже будет хорошо. Ладно, всем спасибо. Я предлагаю заканчивать. Время 13.03. Мы как раз уложились в регламент, и мне кажется, что самое время откланяться и пойти работать дальше. Спасибо, Олег, большое за интересный доклад. Спасибо всем нам слушателям, которые к нам присоединились и пробыли с нами довольно долгое время. Напомню, что видеозапись вебинара, как обычно, мы выложим на канале в YouTube и на страничке, на которой вы регистрировались. Ну, а за сей мы прощаемся с вами. Спасибо. Если у вас есть какая-то обратная связь, вы можете смело высказывать свое мнение о вебинаре, о его содержательности, о его качестве по указанным контактам, либо вот в закладочку вопроса в течение буквально нескольких минут она еще будет вам доступна. Спасибо. 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 Спасибо.